Я кратко сегодня представлю кратко характеристику доктора Дарюша Герулы. Это доцент Национального исследовательского института садоводства. Он работает в лаборатории по разведению медоносных пчел, сотрудничает с Колосом с момента его основания. Кроме того, он работает в сети сбалансированного пчеловодства, а также участвует в деятельности Польского научного общества пчеловодства в качестве членоправления. Его основное направление – селекция пчел и разведение пчеломаток, включая изучение искусственного и естественного оплодотворения. Занимается также фенологией пчеловодства, цветковых и нектароносных растений. Участвовал в совместном проекте по разведению пчел в городах и в последнее время занимается экологическими пасеками. Особенно он интересуется подбором подходящего под вида пчел для этих пасек. Приглашаем прослушать доклад. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Спасибо большое за представление. Мои скромные персоны. Также благодарю организаторов за приглашение и возможность выступить перед столь уважаемой аудиторией и преподавателем. Я зачитаю доклад об экологическом пчеловодстве в Польше и конкретно о том, как создавать экологические пасеки, какие необходимо выполнить требования и какие условия при проведении этой экологической пасеки. В качестве вступления я хотел бы сказать, что в эпоху загрязнения окружающей среды и интенсификации сельскохозяйственного производства экологическое сельское хозяйство является важной частью экономики. Развитие этого направления зависит от спроса на экологические продукты и экологическое сельское хозяйство является экстенсивным производством. Это означает меньший урожай по сравнению с традиционным интенсивным производством. В связи с этим пищевые и экологические продукты несколько дороже от тех, которые производятся традиционным способом. Разница между экологической и традиционной продукцией заключается в основном в том, что применяются различные модели введения хозяйства. Экологическое производство – это такой способ управления производством пищевых продуктов, который включает наиболее полезный для окружающей среды практик. Это защита окружающей среды, это высокие нормы, касающиеся благополучия животных и служат созданию высококачественных пищевых продуктов при использовании натуральных средств и с использованием натуральных процессов. В экологическом производстве нельзя использовать ни химических средств защиты растений, ни искусственных удобрений, ни концентратов, также генетически модифицированных растений, а переработкой экологических продуктов занимаются исключительно сертифицированные подразделения и предприятия. Если говорить о продукции животного происхождения, речь идет главным образом забота область животных, в случае больших животных, необходима им соответствующая площадь, чтобы обеспечить им определенную свободу, возможность выхода, и само питание животных должно базироваться на кормах, созданными экологическими методами, и необходимо избегать применения препаратов и лечебных ветеринарных препаратов. Количество экологических пищевых продуктов связано с применением определенных методов, как я уже говорил об окружающей среде, получения продуктов и их хранения. Недостаточно того, чтобы продукт только не включал следов загрязнения, ни этого недостаточно для того, чтобы назвать этот продукт экологичным. Конечно, и не иначе обстоит дело с продуктами с пасе, хотя многие из потребителей трактуют их как натуральные непереработанные продукты, свободное от загрязнения. Однако многие научные данные подтверждают то, что некоторые загрязнения, тяжелые металлы или, скажем, пестициды, аккумулируются пчелами, либо в их телах, либо не передаются вообще, либо в незначительной степени чилины продукты. Преимущественно мы говорим о меде. Если говорить об экологическом сельском хозяйстве в Евросоюзе, вообще речь идет о растительном и животном производстве, то наибольшее количество экологических продуктов в Евросоюзе сосредоточено в наиболее крупных странах, где промышленность наиболее развита. Как вы видите на этом графике, Польша с этой точки зрения не находится во главе. Наиболее таких производителей находится в Италии, более 66 тысяч, а в Польше для сравнения немного более, чем 20 тысяч. Мы говорим о животноводческом производстве и растительном. В Польше экологическое сельское хозяйство не развивается столь динамично, как перед 2013 годом. Здесь представлены данные, по которым мы видим, что с 2013 года мы наблюдаем значительное замедление роста, а также снижение количества экологических продуктов и хозяйств. Пчеловоды вообще. Вообще в Европе зарегистрировано больше всего в Германии, более 100 тысяч. На втором месте находится Польша с результатом более 80 тысяч, а точно 82 тысячи. В остальных странах также много пчеловодов в Рубынии, в Италии, во Франции. Это 70-80 тысяч единиц. В остальных странах это число несколько меньше, ну и страны меньше. В этих странах худшие условия для ведения этой дисциплины. Если говорить о пчеловодах, которые ведут экологические пасеки, здесь ситуация выглядит совершенно иначе по сравнению с предыдущим графиком. Наибольшее количество экологических пчеловодов в Италии около 900, и при сопоставлении 9 стран замыкает Польша с довольно слабым результатом около 30 пчеловодов, то есть около 30 пчеловодческих хозяйств, которые обладают соответствующим сертификатом. извините за этот перерыв. На этом слайде обратите внимание, пожалуйста, на график с правой стороны. Я сначала буду говорить о нем. Здесь количество семей, содержащихся в экологических хозяйствах, практически это количество пропорционально количества пчеловодов. Наибольшее количество это в Италии, а в Больше наименьшее количество конечно же в этой группе из 9 стран. У нас более 2600 семей. Теперь перейдем к графику с левой стороны. Здесь вы видите данные относительно средней величины пасек экологически. В Болгарии и в Испании пчеловоды имеют очень большие пасеки. Это экологические пасеки, в которых содержат около 300 семей. и в Италии очень специфическая статистика. Здесь 900 пчеловодов у них малые пасеки, примерно по 11 семей в среднем. В остальных странах, кроме Евросоюза и в мире такими существенными в этой отрасли считается Македония. Здесь количество пчеловодов около 15 тысяч. Многие данные также нам недоступны, однако несомненным лидером является Бразилия, которая в год производит около 40 тысяч тонн экологического меда. пчеловодства. Если бы мы приняли среднюю производительность экологической пасеки 20 килограмм, то практически мы получили бы порядка 53 тонн. конечно же в сравнении с Бразилией. Условия для экологического пчеловодства в Бразилии лучше условия по сравнению с Польшей. Количество производителей экологического характера в отдельных воеводствах в Польше очень сильно отличается, так же, как и количество сертифицированных пасек. На этом графике вы видите отдельные воеводства, желтые столбики означают количество вообще экологических производителей, а среди них указано количество пчеловодов экологического характера вы видите на зеленом фоне. Лидером является Варминско-Мазурское воеводство, там около 3270 производителей, которые зарегистрированы. Мы говорим о пчеловодах, а наибольшее количество экологических пчеловодов зарегистрировано в подкарпатском воеводстве, 6 пасек. В трех воеводствах вообще никто не ведет экологических пасек, это в Явско-Поморском, Селенском и Великопольском. Конечно, это данные инспекции Торговой инспекции пищевых продуктов. Экологическое пасечное хозяйство четко санкционируется и обусловлено определенными требованиями. Это описывают правовые документы, а в Польше также национальными стандартными требованиями. Наиважнейший является закон о экологическом сельском хозяйстве, а также распоряжение Совета Европы 834-2007-го года. касается вопросов экологической продукции и маркировки экологических продуктов. Это распоряжение скоро будет заменено очередным распоряжением 848-18-го года, поскольку его имплементация была запланирована на январь 2021-го года, но эта процедура была отложена и будет внедряться в январе 2022-го года. Система контроля и сертификации БАСИК в экологическом производстве за это отвечают следующие учреждения. Это Министерство сельского хозяйства и развития деревни. Это орган, который дает полномочия по сертификации хозяйств. Следующее это инспекция торгового качества продуктов потребительских сельскохозяйственных. Они ведут контроль и контролируют также сертификационные единицы. Инспекция это торговая инспекция сотрудничает с торговой инспекцией европейской и также контролирует сертифицирующие органы, а также экологическое производство. Сюда относится также ветеринарная инспекция защиты растений и семенного фонда. Они также работают к сотрудничею СИХАРС в том объеме, на который был предназначен. Эта система контроля и сертификации является определенной гарантией для потребителя, что потребительские или пищевые продукты производятся в соответствии с действующими требованиями, касающимися экологического производства и свободны от загрязнений. В крае у нас всего есть 13 сертифицирующих подразделений, которые сертифицируют экологические производства. Не все из них сертифицируют пасекой. Здесь я красным цветом обозначил те, которые не сертифицируют пасеки. большинство из этих подразделений на своих веб-сайтах дают перечень производителей, а некоторые, например, такие как гарантия, даже предоставляют электронные версии сертификатов. Теперь я бы хотел проследить этапы, которые надо пройти, чтобы получить сертификат. пасеки экологической. Здесь я хотел навел несколько исправлений в этом слайде. Конечно, первый этап это выбор единицы, которая будет сертифицировать, то есть производитель выбирает сертифицирующую единицу, заявку. Затем он подает в такую единицу, подает такую заявку, что он хочет вести хозяйственную деятельность экологическую, и, конечно, это заявление связано с согласием на то, что это хозяйство будет под контролем. документы затем проверяются, анализируется такой сертифицирующей единицей, после подачи заявки на сертификацию пасеки проходит контроль пасеки инспектором такой единицы, и далее передача сертификата, признание сертификата, утверждение этикетки на продуктах. документы, которые надо подать в заявление, это заявление, что производство будет вестись в пасеке, будет проводиться экологическими методами, информация о видах, количестве продуктов, описание пасеки с определением местонахождения земли и объекта с пасеками, а также описание действий связанной с переключением пасеки на пасеку экологическую. Пчеловод должен привести план программы своей продукции, чтобы получить продукты для семей и принципы подачи, план возобновления пасеки, продажа семей пчелиных и план обмена воска в гнездовых сотах. И видно также определенную дату прекращения использования продукции, которая не соответствует методу органического производства. пасеки. Первый контроль единиц сертифицирующей пчеловода информирует о том, что будет такой контроль и во время такого визита готовится отчет, в котором описывается пасека, элементы, инфраструктура, процессы производственные и возможные перемещения за пределы пасеки. Это все должно быть документировано. Кроме того, в таком отчете должна найтись информация о санитарных разрешениях для работников, которые работают на пасеках и в помещениях, в которых осуществляется прием и хранение продуктов пчеловодства. После проверки отчета с первого контроля инспекции сертифицирующая единица может порекомендовать конкретные меры, которые следует принять для того, чтобы придерживаться положения для пасеки, хозяйства, которое ведется органическим образом. И уже в момент подачи такой заявки пасека обязана начать применение органических методов разведения, а в ходе конверсии единица только тогда может начать процесс сертификации продуктов. вот это конверсия, то есть переходной период в положениях правовых устанавливается на срок одного года. Это время, в котором должен быть полный обмен сот в пасеке на соты из органического воска. Во время этой конверсии пчелиные продукты далее к ним относятся как к конвенциональным и переход на органическое производство считается завершенным только тогда, когда все соты в пасеке будут заменены, иногда это даже период более чем один год. Получение такого сертификата пасекой не завершает приключения с сертифицированным органом. Такой сертификат выдается на период 12 месяцев и после того ежегодно проводятся контроли, обязательные контроли и в ходе календарного года сертифицирующий орган обязан провести как минимум один контроль пасеки. После такого контроля составляется соответствующий протокол, который содержит замечания в ходе выполнения мер и рекомендаций с предыдущей инспекции, информация о возможных образцах, которые были взяты для анализа и выявленные несоответствия. положительные результаты контроля, которые внесены в протокол, являются основанием для выдачи сертификата в соответствии уполномоченным органам. Этот контроль, конечно, платный и зависит, сумма зависит от размера пасеки, от количества колоний. Органическая пасека, это она обязана вести полную документацию все этапы производства экологического меда, начиная от отбора с уля и готового запакованного продукта, должны вводиться в учет для того, чтобы контролировать, что происходит с таким продуктом. Покупка и продажа этикеток, бандеролей, бирок, любых других материалов, используемых для идентификации органической продукции пасеки. Надо зарегистрировать в бухгалтерских записях, которые ведутся на пасеке. И каждая пасека обязана вести так называемый ежегодный учет местонахождения пасеки, где учитывается размер пасеки, примерное время, проведенное семей на данном местонахождении, если у нас дело с перемещаемыми пасеками, вид полученного продукта, дата и вид санитарной обработки, которая проводится на пасеке, а также покупка и продажа дополнительных колоний. Это также здесь надо указать документы о сделке. этот реестр должен обновляться с интервалом в две недели и обновляться постоянно. Пасека не может проводить двух видов хозяйства или перерабатывать мед методом конвенциональным и органическим, если по какой-то причине экологическая пасека находится в такой пасеке конвенциональный мед, то это надо определенно маркировать и хранить в отдельных помещениях. А также ознакомление, маркировка должна позволить легко идентифицировать такой продукт и пчеловод должен иметь возможность легко документировать откуда такой мед на его хозяйстве. Ну и конечно от этого принципа есть некие отступления, можно получить согласие на два вида деятельности при условии, что у нас есть отдельные помещения и пасеки и все оборудование находятся они отдельно друг от друга. пчелопродукты Говоря о маркировке, самый важный элемент это размещение на этикетке такой надписи, что пчелопродукт органический, название производителя, номер сертификата, номер сертифицирующего органа и номер идентификационный номер. а затем важным элементом является размещение логотипа европейской общины на этикетке, которую вы видите с правой стороны слайда. Если производитель пчеловод является членом органических ассоциаций органических пчеловодов, может также разместить логотип такой ассоциации. Суть в том, чтобы информация, которая размещается на этикетке, она должна указывать на то, что продукт или ингредиенты, из которых был произведен продукт, они происходят от органического метода производства. пасеку сертифицированную сертифицированную она есть также в Пулавах, в городе Пулавы, собственником и является кафедра пчеловодства в Пулавах пасеков в парке национальном находится, аж ради интереса. Там выступает пятитычниковая ива, иначе лавровая ива, которая цветет в мае июне и этот мед, добавка нектара из этой ивы настолько характерна, что мед очень долго не кристаллизируется и наверняка там нету этой рубины, потому что эта территория мокрая. Здесь вы видите нашу этикетку меда, это многоцветочный мед и актуальный сертификат в соответствии согласно распоряжениям регламентом Европейского Союза. Сертификат выдается как гарантия, это единица сертифицирующая, которая на данный момент сертифицирует четырех производителей и семь производителей пчеловых продуктов. а теперь немножко о условиях в органических пасеках. Во-первых, расположение органических пасек. Принцип таков, что пасека должна быть расположена так, в таком месте, чтобы в радиусе трех километров источники взятков пасеках. Это были выращиваемые растения экологическим образом, которые или же сферы покрыты дикой растительностью. пасеки рабинья, ложна кацевая, липа, гречих, золотарник, ёловые леса. Могут также находиться культуры, обработанные средствами, которые имеют низкое воздействие на окружающую среду, то есть не оказывают значительного влияния на квалификацию продуктов пасеки, качества этих продуктов. Пасеки должны быть расположены в таких местах далеко от источников загрязнения, то есть оживлённых дорог, автомагистралей, промышленных центров, для того, чтобы исключить возможность накопления вредных веществ, продуктов пчеловодства. И, конечно, территория такая, место расположения должно обеспечить эту семью в определённое количество взятков и чистой воды для удовлетворения потребностей пасеки. Пчеловод должен предоставить органу карту соответствующего масштаба с указанием местонахождения пасеки. и если пройдут какие-либо изменения, он также обязан предоставлять соответствующую документацию. Следующий этап это вопрос, в принципе, это какие пчёлы, породы, подвиды надо использовать в органических пасеках. Выбирая, мы должны здесь обращать внимание на местные условия, устойчивость к болезням и жизнеспособность. Конечно, предпочтительны европейские породы медоносных пчёл, а в Польше в частности это центральная европейская пчела и украинская пчела, которая также на юге страны является местной пчелой. А теперь вопрос, что касается вощины, воска. Самым надёжным источником органического воска являются обрезки, полученные при сборе мёда и переработанные в перетопленный воск, полученные вощины. Можно также купить на рынке органический воск, что на данный момент очень сложно, чтобы можно также позволить пчёлам вновь отстроить соты без подачи вощины. А в случае производства вощины и технологической линии из экологического воска такая фирма должна обладать отдельной линией производственной и из каждой партии воска должна брать образцы для анализов по направлению остатков окорицидов. статистик статистик 44 регламента 8034 говорит о неких исключениях в этой области. В случае доказания отсутствия недостатка органического воска на рынке допускают использование можно допустить конвенциональный воск но с некими обусловленностями то есть что он свободный от загрязнений что он был перетоплен из обрезков и что он получен из сот медоносных пчел сот в такой пасеке экологической должны быть маркированы любым образом но таким который дает возможность проследить в котором году такая сота была отдана и восстановлена для того чтобы можно было определить откуда взялся воск для производства ващины далее правила управления басекой здесь вы на этом слайде видите в основном запреты семья пчелины должны размещаться в ульях из натуральных материалов запрещается убийство пчел как метода связанного с извлечением продуктов пчеловодства можно уничтожать расплод для только для снижения зараженности пчелиных колоний запрещается обрезывание крыльев у пчеломаток использование синтетических репеллентов при сборе сборе меда и не допускается центрифугирование меда и сотов на открытых расплодах пчеломаток очередным вопросом является торговый оборот пчеломатками целью расширения пасек и также речет об обмене пчеломатками новые семьи колонии которые создаются для экологических пасек создаются с участием пчел которые хотя бы в течение одного года удерживались на пасеках которые отвечали требованиям к экологическим пасекам конечно же можно летом создавать такие резервы предпочитается определенные виды размножения при расширении пасеки допускается использование с этой целью 10% в год пчеломаток и колоний которые не прошли критерии экологических пасек но есть такое условие пчелы которые используются для этой цели происходит из экологических пасек конечно же замена пчеломаток в некоторых случаях необходимо однако предпочитается такие замены произвести используем роевых маток пчеломаток если говорить о подкармливании пчел которое необходимо в частности предзимний период это уже не соответствует критериям экологического меда однако принимая во внимание стоимость можно использовать экологический сахар который производится с экологической свеклы сахарной свеклы либо сахарного тростника можно использовать для подкармливания различные выпечку которые производятся экологическими способами еще можно нельзя подкармливать в экологической пасеке пчел пыльцой прикармливание докармливание допускается в таких ситуациях когда слишком малы запасы с тем чтобы избежать стресса голода когда существует угроза жизни колонии в связи с трудными климатическими условиями например продолжительной морозной зимой тогда когда например кристаллизуются запасы в таких ситуациях когда существует опасение что через мед может осуществляться передачи заболеваний прикармливание можно проводить только в период когда не качается мед перед началом очередного процесса сбора меда об этих правилах говорит статья 37 распоряжение 834 это распоряжение о долгосрочных исключительных погодных условиях также катастрофических обстоятельствах и соответствующих соответствующих орган например министерство сельского хозяйства может разрешить временное прикармливание пчел из сахара из хозяйства не экологического характера улья в экологических пасеках должны быть выполнены из натуральных материалов таких как дерево и солома исключая конечно кровельное покрытие также другие элементы которые не несут с собой риска загрязнения пчелиных продуктов и окружающей среды для защиты внешних стен необходимо использовать субстанции которые не содержат таких вещей как клеи или покрытия являющиеся токсичными для пчел и которые не влияют на окружающую среду запрещается использование в экологических пасеках ульев выполненных из пенопласта полиуретановой пены а также в случае окрашивания запрещается использование синтетических красок которые содержат от био ценные препараты если говорить о предотвращении заболевания пчел кажется что самым важным мероприятием является селекция пчел по критерию резистивности если говорить о таком направлении селекции это важная селекция это путем соответствующего гигиенического поведения это возможности удаления мертвого расплода из ульев и это делается с целью уменьшения количества микроорганизмов болезнетворного характера таким видом гигиенического поведения является механизм который назвали с английского языка это гигиеническое поведение в отношении к расплоду который поражен ворозой деструктор конечно же необходимым является поддержание гигиены и применение определенных мероприятий и действий на пасеке чтобы изменить и не допустить наличие инфекции колонии необходимо постоянно отслеживать и контролировать чтобы определять какие-то аномалии необходимо также контролировать расплод трудней с точки зрения наличия паразитов вороатоза замена сот является обязательно ну не только в экологической пасеке но и везде это порядка 50% и более в год и регулярно необходимо проводить дезинфекцию либо самих ульев пасек поступают колонии также необходимо дезинфицировать инструменты и даже мастерские ранее ранее говорилось о том что в экологических пасеках запрещается использование антибиотиков в рамках профилактики заразных болезней единственные допустимые являются лечебные препараты растительного происхождения а также гемиопатические препараты если окажется что какая-либо из колонии заболела какой-либо болезнью эта болезнь является серьезной тогда процедура поведения такова как в неэкологических пасеках в первую очередь таких пчел и такие колонии необходимо изолировать а затем действовать согласно рекомендации ветеринарного врача пчеловод обязан внедрять или использовать те средства или те действия которые он бы производил на пасеке то ли с целью защиты пчел то ли с целью уменьшения этих огнев заражения очагов заражения так такая информация является предварительной при контроле здесь перечислены такие субстанции которые разрешены для дезинфекции помещений пасеки я не буду перечислять эти препараты они очень распространены здесь известь сода перекись водорода серы также можно газовой горелкой обрабатывать элементы которые уничтожают микроорганизмы если говорить о борьбе с воротозом ввиду запрета использования определенных средств борьба с воротозом очень трудна и очень трудоемка по сравнению с традиционными пасеками на этом графике схематически я представил время когда необходимо использовать и применять какие-то меры направленные на уменьшение количества паразитов в воротозе используется возможно использование органических кислот метод они находятся содержатся в меде это и уксус и молочная кислота возможно также использование эфирных масел ментолового эвкалиптового камфорового масла и также можно рекомендовать биотехнические методы и ввиду далеко идущего вмешательства некоторые из них то есть мы вмешиваемся в жизнь колбонии нельзя все подряд использовать однако можно рекомендовать использование рамки в качестве ловушки это ловушка на воротоз с целью прекращения расплода с целью увеличения эффективности подачи конкретной субстанции это может быть кратковременная мера то есть остановка расплода на один цикл это 21-25 дней лучше всего это производить летом после периода сбора можно также производить в сентябре можно также пчеломатку изолировать на длительное время возможно даже на период всей зимы до начала марта конечно если речь идет о борьбе с болезнями и борьбе с паразитами вероатозы это очень широкая тема и невозможно оговорить все с этим связанные вопросы однако я постараюсь сказать о нескольких способах способах то есть способах нанесения субстанции в частности это касается щалевой кислоты щалевая кислота используется одноразово в период поздней осени когда нет расплода однако считаю что можно ее использовать значительно чаще однако один раз на одно поколение пчел то есть на зиму так используется щалевая кислота в Польше на нашей географической широте используется скорее раствор щалевой кислоты порядка 3-3,5% концентрации это оптимальная концентрация и чаще всего пчел поливают в ульях и доза является 5 мл раствора на одну улицу этот метод очень эффективный и наши исследования в области человодства показывают что эффективность такого метода нанесения составляет 98% в последнее время также появилась щавелевая кислота в виде бумажных полосок которые пропитаны глицериновым раствором и включают 3-3% щавелевой кислоты 4 полоски на семью используются и такие полоски развешиваются после сбора меда во второй половине лет эффективность зависит от количества расплода в нашей экологической пасеке где мы использовали такие полоски пока мы не успели собрать статистический материал и просчитать какова была эффективность этого метода также не знаю какого будет влияние на саму зимовку пчел пока что пчелы сейчас находятся в хорошей кондиции очередной очередной очередная довольно большая группа препаратов которые содержат тему это наиболее популярное то есть распространенные средства кроме это средства опилай вар туда также входит эвкалиптовое масло камфора и ментол одна упаковка содержит две пластинки однако используется одна пластинка 3-4 раза во время сезона с интервалом в одну неделю это предотвращает распространение также распространение субстанции тиммоль с этой целью разделяют пластину и размещают на верхних частях рамок все эти препараты действуют лучше когда температура не слишком низкая это выше 15 и 17 и 18 градусов мы говорим о внешней температуре то есть нельзя также слишком поздней осенью применять эти препараты если говорить о api life вар мы также исследовали его эффективность и она составила и была довольно хорошей свыше 87 процентов также остались еще два препарата похожим образом они используются как api life bar они отличаются тем что api guard отличается формы он в такой мисочке в лотке находится и такой лоток 2-3 раза с интервалом 10-14 дней выставляется здесь также эффективность зависит от количества расплода и эффективность высокая тимовар это тоже форма полосок это одна-две полоски с интервалом 3-4 недели и конечно же все это зависит от количества расплода по остальным кислотам муравьиная кислота применяется тогда когда температура находится в пределах больше 18 градусов то есть внешняя температура и тогда лучше всего действует муравьиная кислота и применение испарения муравьиной кислоты используются различные дозаторы и самые популярные это те у которых есть бумажные элементы которые дают возможность испаряться этой кислоте и дозируют это также дозаторы в капельках на бумажку размещается эта капелька и тогда кислота распространяется эффективность кислот муравьиной кислоты связана с температурой и количеством испаряемой кислоты оптимальным считается то чтобы это было от 7 до 10 граммов в день тогда самое хорошее влияние муравьиной кислоты и также если испарения попадают в засклеп это в крышке личинок это тоже очень эффективно у нас в институте эта эффективность была на уровне во время августа в августе борьбы свыше 73% эфирные масла они в Польше мало популярны однако в Италии применяются очень часто в принципе на протяжении всего лета это в виде капелек размещаемых на полосках бумажки проводится такую процедуру каждую неделю и я заметил что возникли такие итальянские работы где проверяли влияние лимонной кислоты на масел лимонных масел на боротос и это было это было также из грейпфрута бергамота и лимона и как они это назвали они нейтрализировали в проценте от 69 до 80 процентов паразитов это были исследования ин витро и так ради интереса контроль положительный в виде аметраза такой же концентрации как и масло показали что это было на уровне ликвидации 60 процентов паразитов то есть это очень дающие много надежды результаты при использовании масел эфирных масел из лимонных растений молочная кислота она для борьбы в основном с воротозом осенью и это в виде опрыскивания сот на каждой стороны соты и на одну соту используется около 10-12 миллилитров концентрация раствора на уровне 15 процентов молочной кислоты и на одну улочку где-то половина дозы идет то есть 5-6 миллилитров на одну колонию и я нашел еще такую да такие данные что если применяется молочная кислота два раза в сезон осенью можно получить эффективность на высокую даже на уровне 99 процентов ну и конечно здесь температура во время процедуры не должна быть низкой это должно проводиться такая температура чтобы можно было открыть улей и вы 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 с то есть не тогда когда идет роение и еще подведем итоги как вытекает с данной информации экологическое пчеловодство в Польше не простое из-за экономических усмотрений а также отсутствие соответствующих мест на которых можно такие пасеки поставить экономический аспект это во-первых меньшая производительность органического мёда большие затраты производства в частности цены экологического сахара ващины они намного дороже чем продукты полученные в конвенциональных пасеках и в случае мёда нашего в нашем институте который дороже на 15 до 20 процентов не выравнивает это не компенсирует это нам этих затрат вызванных вышеуказанными элементами шансом на для повышения рентабельности органического пчеловодства может быть или соответствующий маркетинг для получения более высоких цен на продукцию с органических пасек это может быть увеличение направлений производства органического пчеловодства то есть получение пыльцы прополиса или даже продажа самой семьи такой экологической пчелы с шансом на увеличение дохода более широкого сорта медов благодаря экономике перемещения и самые большие шансы для получения меда видов дают такие местонахождения на которых находятся в дикой природе такие растения если там растут как карабиня ложная акациевая липа вереск лесная малина пихта белая и на этих растениях как обычно не применяются никакие опрыскивания химикатами и могут также обогащать это количество сортов медов сельскохозяйственные культуры которые не защищаются химикатами например гречиха это все что я хотел вам передать спасибо за внимание и передаю слово студию большое спасибо доктор за исчерпывающий интересный доклад сельскохозяйственные сельскохозяйственные пасеки льготы все было в этом докладе самое важное то чтобы были соответствующие местонахождения на которых такую пасеку можно поставить и конечно все эти требования надо выполнить о которых я говорил а говоря о льготах ну нет никаких льгот наоборот условия для таких пасек намного более строже чем в случае конвенциональных и нам но и сложнее вести такую пасеку поэтому они не настолько популярны в Польше как это выглядит по сравнению с другими странами спасибо за то что вы затронули этот существенный вопрос у нас еще время на один короткий вопрос потому что время нас подгоняет правила экологического пчеловодства одинаковы ли в странах во всех странах ЕС говоря о ЕС то да если мы говорим о других странах мира к сожалению нет эти правила выглядят ну они по-разному складываются из-за того что есть разные условия климата географическое расположение на это влияет и другие традиции пчеловодства так что если мы говорим о европейском союзе то да правила такие же но в мире они могут отличаться друг от друга если так что продукт который мы считаем экологически в одной стране он не до конца таким будет в другой стране наоборот некоторые страны получаем такие продукты которые могут выполнять требования органического продукта но у них нет сертификации поэтому в связи с этим их не могут называть экологическими органическими продуктами большое спасибо за ответ спасибо за участие в нашей конференции мы с вами сейчас попрощаемся пока что тема очень интересная что это есть это что это что вы можете это сделать что это что это это то